Изучение архивов и публикации в СМИ, взаимодействие с общественными организациями, кропотливая работа поискового отряда «Сокол» не прошла зря. Ребята установили, что в Самаре проживает ветеран битвы за Кавказ. В годы Великой Отечественной войны это сражение стало одним из самых кровопролитных. Сейчас Юрию Таничеву около 117 лет. Точный возраст участника боевых действий сложно обозначить из-за расхождения данных. Благодаря активной работе члены поискового отряда установили место проживания ветерана всего за полдня. В общем-то участвовал весь отряд. Мы всегда за все дела беремся коллективно, вместе. Поэтому не могу кого-то отдельно выделить. Мы всегда работаем командой. Связавшись с ветераном и его родственниками, члены поискового отряда рассказали, что участнику боевых действий хотят вручить специальную награду. Цель прибытия в город Самару – это передать памятную медаль участнику обороны Кавказа подполковника запаса Таничева Юрия Павловича, который принимал самое активное участие, когда в Северном Кавказе проводили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Орден изготовили в преддверии памятной даты. В 2023 году исполнится 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Противостояние длилось 442 дня. По оценкам историков, сражение унесло более 600 тысяч жизней. Я всегда детям говорю, всем нашим участникам, молодежных поисковых отрядов, при любых встречах, что уникальные поколения, уникальность состоит в том, что они крайние, можно даже сказать, последние из живущих, кто видит живых ветеранов, кто еще может с ними поговорить, сфотографироваться с ними, записать историю их жизни, историю их участия, хотя они мало и в основном не любят говорить о Великой Отечественной войне, поговорить с ними вживую, стать свидетелями, стать теми людьми, которые донесут в дальнейшем правду о Великой Отечественной войне. Во время встречи с членами областной общественной палаты и коллегами из Республики Чечня поисковые организации подвели итоги работы за прошедший год, презентовали новые проекты и рассказали, какие артефакты Великой Отечественной войны удалось отыскать по всему региону. Также для ребят провели лекцию, после которой общественники ответили на вопросы участников. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. Продолжение следует... Продолжение следует...